Итак, девчонки, всем большой-большой привет! Я давно не снимала влог. Ну и как вы видите по картинке, да, я на даче. Я записываю влоги сейчас в основном на даче. Сегодня суббота. Какой-то апрель, 9 апреля. Время 13 часов. В общем-то, я вчера вечером приехала сюда сразу, естественно. На прошлой неделе я не ездила. И сегодня я занимаюсь, конечно же, делами. Это звуки постороннего мужа. Телефон тут брякает. Он на улице. Вот, и я пока есть возможность. Немножечко у меня такая маленькая-маленькая передышка. Чем, в общем-то, я, не знаю, занималась, да. Ну, всю неделю. Две недели, да. На прошлой неделе я не поехала сюда, потому что я занималась разбором пряжи. И, естественно, неделя была рабочая. А сегодня, чем я занимаюсь? Я сегодня мою, чищу, готовлю. Все, как обычно, по плану. Ничего не меняется абсолютно. Единственное, что было сделано не по плану. Я сегодня раскрыла розы. Снег на них, с них почти сошел, да, с укрытия. И лопата мне в помощь раскидала оставшийся снег. В общем-то, я их открыла. Ну, не знаю, девчонки, не знаю, в каком они. Ой, кто-то сильно примялся. Роза одна желтая. Именно желтый, как я люблю, желтый цвет цветов. Поломалась розочка. Мы ее срезали. Там буквально один корешочек, ну, корень, ну, корешочек, надземная часть осталась. Ну, посмотрим, что из этого будет. Так, вроде 13 роз. Вроде насчитала 13. Посмотрим, выйдут они. Ну, вроде такие, знаете, слабенькие, а слабшие, естественно. Они же маленькие у меня были. Я в том году их покупала, сажала. Они мелкие, поэтому думала, что плохо перезимуют. Там, помимо роз, у меня еще кустики были. Но поживем-увидим. Там у меня и дельфиниум. Я не увидела дельфиниум, надеюсь, что он будет. Ну, спиреи, понятно, спирейки. Там тоже гномики у меня были, спирейки, шарики. Есть они. Ну, ладно. Главное, розы я открыла. Везде лезут тюльпаны. Снег еще лежит. Тюльпаны лезут. И на клумбе, на роз я туда много сажала. Нарциссов, тюльпанов. Чего только туда не запихала. Смотрю, лезут. Там даже подснежники у нас перед клумбой вышли. Вот. Ну, я их не сажала подснежники. Это уже были до. Со стороны дома, когда идешь, много-много-много тюльпанов лезет. Ну, здорово будет. Я люблю тюльпаны. Хотя их сама не сажала в осенью. Потому что, думаю, посмотрю, сколько их здесь. Ай, почему не сажала, девчонки? Я сажала. Я уже все. Я очень много тюльпанов посадила. Потому что я покупала сортовые тюльпаны. Вот я сижу, рассказываю сказки. Вообще, уже забыла. Я покупала сортовые тюльпаны разных цветов. Именно сортовые. Посмотрим. И они у меня все высажены в розах. И они у меня высажены на клумбе, которую я делала осенью. Я туда сажала лилии. Да, нет. Они у меня все высажены в розах. Все сортовые тюльпаны в розах. И на одной клумбе с лилиями. Ну, посмотрим. Когда время подойдет, будем смотреть. Там такие красивые. Ну, согласна, если верить картинке. Я хоть питомники покупала. Мне брали. Ну, посмотрим. А там, где клумба, именно много лилий и ирисов. Тоже разных сортовых. Там еще снег лежит. Там вообще ничего не видно. На маленькой клумбочке с лилиями снег сходит. Уже видно. Вот прям лезут, лезут, лезут. Вообще классно, конечно. Эти морозники вылезают. По-моему, так они называются. Самые первые цветочки уже фиолетовые там вижу. Но это не я сажала. Это там было. Это самые первые цветочки, которые вылезают и раскрываются. По-моему, так они называются. Но не суть. Суть в том, что это здорово. Природа оживает. Несмотря на то, что за окном такая пасмурная погода. Не холодно. Абсолютно не холодно. Вот. Там градусов 8, наверное. Пасмурно. И все равно природа оживает. Так здорово. Ну, а когда солнышко, естественно, здорово. Я сейчас вот доготавливаю. У меня там в духовке стоит. Еще я, значит, что делала сегодня. Я была в старой теплице. Там выдернула немного травы. Она же большая. Мы ее временно реконструируем. Но это временно. Все. Обтягиваем пленкой. Потому что, чтобы ее сделать капитально, нужно много времени. Нужно много денег. Пока это не стоит первой задачей. Сделать капитальную теплицу вторую. Да, она большая. Она 3 в ширину и 10 в длину. Вот. Она где-то продырявилась. Там каркас, знаете, прям вот так. И он вот так вот опускается. У меня муж там подставляет столбики, там палки. Она из поликарбоната. Где-то дырки. В общем, мы купили пленку обычную. И муж мне ее обтягивает пленкой. Ну, потому что, я повторюсь, что нет. Сейчас на теплицу, на эту ни времени, ни денег. Потому что это будет стоить недешево. Просто задачи стоят и планы другие, куда потратить эти деньги. Нам надо делать отмостку вокруг дома. Там это завозить песок, завозить щебень. Сейчас на Авито смотрела объявление. Щебень гравильный 10 кубов. Один человек предложил за 35 тысяч привезти. Второй человек предложил за 45 тысяч привезти. Вот как вам такая цена? 10 кубов щебня. Ну, он, по-моему, так и стоил. Гравильный мелкий щебень. Я помню, что по работе, когда считаем сметы. По-моему, он так и стоил. Поэтому тут такие трудозатраты. А это нужно, нам нужно делать отмостку у дома. У вот этого дома основного. Потому что отмостки у дома, она когда-то была, видимо. Но со временем она вся как-то грунта сел. В общем, там вот эти вот тонкости такие. И, в общем-то, от нее практически ничего не осталось. Отмостку надо заливать. Как ни крути. Плюс муж там в подвал будет заливать. Он там будет делать место. Полы заливать в подвале. В общем, это такое нужное дело. И, естественно, куда деваться надо делать. Поэтому все цели нацелены на другое. А с теплицей мне главное туда посадить. Я разграничилась. Я в большую, вот в эту старую теплицу посажу помидоры с баклажанами. А в маленькую теплицу я посажу огурцы и перчики. Вот. Как-то вот так. Не знаю. Посмотрим. Сейчас вот я жду. У меня там духовка доделается. На террасе. Запекаю я мяско. И пойду в теплицу посею. Укроп, редиску, салатик. В общем-то, такую зеленушечку, чтобы теплица очень теплая. Ну, чтобы она была зелень на столе. Уже к майским праздникам. Я тут помыла полы в этой комнате. В маленькой комнате помыла. Кухню перемыла. Но полы там еще не мыла. Попозже. Что-то я устала. Вот. И что я вяжу, девчонки? Кстати, я же вам не сказала. Я вяжу в рамках марафона 12 месяцев. Футболку себе. Вот она. Вчера я сидела, кино смотрела. Прям до пол первого провязалась. Хорошо провязала вчера. Так. Я выставляла пряжу. Вот смотрите. Вот столечка у меня. Ну, от подрезов. Немного, конечно. Но, тем не менее. Футболочка. Это вот с такими камушками она получается. Да, видно, не видно. Я надеюсь, что камера передаст. Более-менее. Вот такая вот футболка. Это будет с коротким рукавом. Ну, или с рукавчиком. На сколько хватит пряжи. Хочу пряжу вывязать. Все. Чтобы она у меня не осталась. У меня было всего 200 грамм хлопка. Вот. И столько же вискоза с хлопком. Вяжу я из итальянской ниточки. Бобинной. Значит, вот он хлопок. Да. Не помню, сколько девчонки. 100 грамм. 600, что ли, метров. Вот у меня осталось сколько. От 200 грамм. Ну, тут еще прилично. Мне, в принципе, гнать-игнать. И вот из такой ниточки. Видите, вот она. Бобинная. То ли вискоза с хлопком. Я не помню, если честно. То есть, я давно себе покупала. Тут всего лишь ничего. Но это останется, мне кажется, нитка. Тут вообще на 100 грамм 1100 метров. Это идет вдобавок. И вот так это получается. Видите, камушки такие. Эти камушки хорошо. Они скрывают все вот эти вот неровности. Лицевой глади, да. Бывает рядность там и так далее. А за счет... Тут же она и с люрексом, и с камушками с этими. За счет вот этих вот всего вот этого. Оно все это скрывает. Вот. Вот эту я футболочку вяжу. Я бы ее довязала и начала бы следующую футболку. Ну и, наверное, так же в апрельском задании марафона тоже лицевую гладью. Так как у нас на апрель месяц задание для меня вообще очень классное. Нескучная лицевая гладь. Поэтому я вот свою лицевую нескучную гладь решила разбавить камушками. Чтобы она выглядела не скучно. Вот. Так что вот эту я свяжу. И начну, скорее всего, из мотылька вязать. Упаковочку я себе взяла. Буду вязать из мотылька. Вот. Я что хочу сказать. Я, если вы смотрели на моем канале обзор на пряжу праздничное с люрексом, да, кофточку эту я вяжу, но она у меня вяжется просто за кадром. Ни в каких не совместниках. Это просто так, как отдыхалка. Под видео комментарии оставлялись, что вот она там грубая, жесткая, из-за люрекса. Я хочу сказать ничего подобного. Даже девчонки у меня про скрип спрашивали. Я ответила, что я не обращаю на него внимания. И потом я думаю, дай-ка я посмотрю, есть скрип или нет. Нет, скрипа нет. Вот. По крайней мере, для меня она мягкая. Она не жесткая. Я не знаю, в каком месте там девушкам, которые писали комментарии, что она жесткая. Для меня она не жесткая. Вот. У всех порог чувствительности разный. Для меня она мягкая пряжа. Я хочу сказать, что вот эта вот, вот эта вот она, вот жесткая. Здесь будут чувствоваться вот эти вот камушки, да, вот эти из люрекса. Вы видите, какие они. Вот она твердая. Я не знаю, как после стирки она раскроется. Станет она мягче или нет. Но она будет ощущаться. А вот в пряже праздничная этого нет. То есть, поэтому пряжа вообще классная, прекрасная. Мне она нравится. И, естественно, я его сюда не привозила. Он у меня дома. Это мне надо ввести с собой книжку. У меня там узор. Я не стала его отдельно выписывать, копировать. Нет. Вот. С собой я взяла еще... Ну, я даже не начинала, не притрагивалась. Носок, который я вяжу в рамках совместного проекта «Носочная коробочка». Один у меня связан. Из пряжи опал. Вот. Один связала. Пяткой стронг. Я все с ней тренируюсь, да. То есть, она у меня вяжется. Ну, посмотрим. Но когда-то она у меня будет идеальной. Пока. Так. Где-то я расслабляю я руку. Ну, петельки расслабляю. Но в любом случае, она прикольная. Этих дырок она не оставляет. Главное вязать и набивать руку. Вот. Ну, вот у меня от второго носка связано вот только вот столько. Я даже резинку не провязала всю. Да. У меня провязано только 15 рядов. Ну, это так. Взяла с собой. Думала, в электричке повяжу. Но в электричке народу было много. И я не провязала. В общем-то, все. Вот пока вот так, девчонки. Пойду я все. Выключу духовку. И пойду я в теплицу. Ну, и к вам буду еще подключаться. Буду что-то, может быть, показывать. Что-то вспомню. Что-то расскажу. В общем-то, до связи. Так, друзья мои. В общем-то, из теплицы я уже вышла. И сейчас я на втором этаже. Мне кажется, я не говорила, да? Я говорила про планы. Что нужно заниматься щебнем и так далее. В общем, ответили мне совета. Одни товарищи. Ну, в общем, щебень. 35 тысяч 10 кубов. 42 тысячи 10 кубов. Песок так, он вообще горный. Написано было. За 10 тысяч 10 кубов песка. Ну, я хотела спросить, конечно, с какой горы песок. Но не стало. Я тут занимаюсь. Я на втором этаже. Ты заходишь тут столько всякой фигни. Тут надо же все собрать. Вот. В тепличке я, в общем-то, уже поработала. Здесь бардак, бардак, бардак. Ну, как? Там шток наставили. А, и тут то же самое. Кошмар. Сейчас открываю. Тут непонятно, откуда мухи. У мудых дофига. Сейчас я их выгоняю, в общем-то. Этим и занимаюсь. Полы здесь не к черту. Я хочу сказать просто не к черту. Ну, это все будет меняться. Так что я, наверное, на кухне закончила. Вернее, на кухне, на улице закончила на сегодня. И буду заниматься. Сложу сейчас все. Постельное здесь. Пока здесь ремонт. Здесь никто не будет спать. В общем-то, погодка у нас то есть солнышко, то нет солнышка. не холодно, по крайней мере. Еще вон снег видно лежит. Окно раскрыло. Видите? Окна большие. Обзора много. Мне надо теперь как-то еще собраться и сшить шторы в эту комнату. Так что вот так. Сейчас я себе включу музыку. Здесь они здесь две розетки, они заняты. Из другой комнаты. Так что, девочки, покой нам только снится. цены. Я хочу сказать на все. Просто космос. Просто космос. Так что вот так. Ладно, буду работать, девчонки. Подключусь. Вот смотрите, кто знает это. По мне так это подснежники. Я их так предполагала, видела, что это они. Вот кучка, тут кучка. единичные. И вот тут по одному. Здесь вот такие вот. Самые первые, которые вылезают в цветочки. Вот в камушках. Тут же не видно, они отцветают быстро. Ну и вот сама моя клумба. Пробудившиеся розы. Посмотрим, в общем, кто из них выживет, кто не выживет. Видите, вылезают росточки. Розочки есть с почками. они все с почками. Вот единственное, вот поломалась роза, я не знаю, что-то будет с ней, не будет. Мы ее обчекали. Посмотрим, в общем-то. В общем-то, я поэтому и вышла. Думаю, посмотрю сама, похожу. все-таки вчера укрытие все это сняли. И думаю, посмотрю, как оно выходит, не выходит. Так, елки тут у меня. Сыро. Ой, тюльпанов много лезет. Ох, сколько много. Вчера их я не видела столько, сегодня их много. Прям классно. Потому что было посажено много тюльпанов. Посмотрим. Посмотрим. Моросит все равно дождик. Моросит. Тут надо еще на материал сюда скинули, чтобы он тут лежал. Ну, даже не то, чтобы он тут лежал, а чтобы он подсох. Но подсохнуть не получается, потому что дождик. Потом его уберу. А может, на следующей неделе сейчас не хочу. Либо выкину, либо уберу. Здесь вот тоже маленькая комба. Здесь лезут тюльпаны, лилии. В общем, все лезет. Сейчас жду, как муж у меня дровишки перенесет в дом. Мы пойдем на второй этаж там убирать мебель. Комнату практически освободили одну. Вот. Ну, мы одну и освобождаем, да, из нее переносим в другую. Ремонт начнется с маленькой комнаты на втором этаже. От снега сейчас помнили. Да, я там уже. Я видела, видела. Сними. Сейчас, я переключусь на другую камеру, я сниму, покажу. Снег, да? Вот сколько снега лежит. Он не уходит. Местами хорошо сошел снег. А тут, например, санкет лопатой трудится, чтобы он сходил быстрее. Ну, еще достаточно много снега. Петухи орут. Ну, деревня все-таки. Вот тут, видите, уже основная часть без снега к теплице, чтобы подходить. Там, в общем-то, снега нет. Теплички я вчера посеяла. Грядки уже выползают тоже. Пойду, посмотрю, там я сеяла в зиму чеснок, лук. Посмотрим, видно, не видно. По-моему, еще не видно. Лук, который на заготовку я делала, он еще не вышел. То есть, не проклюнулся. И грядка с чесноком, вот эта, с нее сходит снег. Только-только. Тюльпаны везде. Да, кстати, чесночок лезет. Да-да-да, лезет, есть. Ну, здорово. Тут и чеснок у меня, вот эта грядка тут у меня, и лук, и чеснок, это на еду. Ну, чеснок, как положено, будет убираться, а лука я посадила, чтобы его резать и есть. Да, ну, здорово. Теперь надо ждать только, чтобы снег сошел, чтобы было тепло. Классно. В общем, все хорошо. Ну, у меня большие грядки, длинные. Не знаю, сколько тут метров, ну, много. Метров пять, наверное. Класс. Все сыро, естественно. И вот идешь, и тюльпаны на каждом шагу. Петухи разоряются. Вчера Владимир Александрович делал теплицу, вот о чем я говорила, да, он ее, это новое, вот это вот старое, вот. Затягивал пленкой, проблемные зоны, входную часть он сделал, поликарбонат, старые куски все отреставрировал и вход сделал, в общем-то. Потому что теплица три метра на десять, я вам покажу сейчас. В общем-то, теплица сама, да, вот левая сторона, там она была вся дырявая, заделал пленкой, видите, как просела, вот об этом я и говорила. Но как временное это пойдет. Вот здесь были дыры, ну, предыдущие хозяева, им уже не нужна она была. И вот, вот она такая большая, туда вот мы снег таскали вчера, здесь вот он сошел, не сошел, то есть пусть недельку полежит, на следующей недельке я, наверное, начну копать там ту часть, скопаю, чтобы, ну, заработала немножко земля. Конечно, все это печально и уныло смотрится, помою ее там еще изнутри. Посмотрим. Снега еще, вот, много-много-много. Здесь будем копать. И идем во вторую тепличку. Ну, наша жизнь в деревне, да? наша деревенская жизнь. Ну, вторая теплица, она все-таки новенькая, приличненькая. Здесь я вот вчера посадила, посеяла, ну, немножко, без фанатизма, но доработала. перекопала, тоже перекопала, все взрыхлила и по чуть-чуть посадила зелени. Древние еще делают. Если есть место, куда посадить, значит, надо посадить, чтобы оно не простаивало. Было бы солнышко, снег бы вообще сошел, было бы классно. вот, вечером я вязала вчера, да, с полседьмого, наверное, я кофточку свою ковыряла, ковыряла. Все, в общем-то, хорошо. Вот. Ой, цветочки эти по всей этой, по всей территории. Первые цветочки, главное, не наступить на тюльпаны. Итак, девчонки, я, в общем-то, уже дома, да, я хотела бы закончить свой влог, хотела бы вам показать покупочки, которые были сделаны на этой неделе, какую я приобрела пряжу. Я ее никогда не видела, никогда не трогала, я совсем недавно о ней узнала и хочу, конечно же, вам ее показать. Узнала я, посмотрев ролик про нее и заказала. Две позиции. Что это за пряжа? Это вот такая вот новая пряжа, называется полерма от производителя Шуйский текстиль. 100% мерсеризованный хлопок. Я заказала в желтом цвете. Пряжа идет по 3 мотка. Купить ее вы можете только, насколько я поняла, Велборис или Озон. Стоит 3 мотка 450 рублей. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, за 3 мотка отдала 450 рублей. Она там вся по этой стоимости из всей коллекции. Там немного цветов, ну, на остатки было, по крайней мере. И немного названий. Немного. Вот я взяла такую, значит, 100 грамм 250 метров. Хлопочек, ниточка вот такая. 250 грамм на вязание маечки, футболочки какой-нибудь. Классно. Да, кстати, вспомнила, у меня есть одна футболка желтая. В прошлом году вязала. Вот. На вязание футболки 300 грамм вполне мне хватит. 750 метров. Вот. Ну, по тактильным ощущениям, что могу сказать? Она похожа на гизу, гиза моте. Нет, на гизу она больше похожа, потому что у моте не такой глянец. на гизу она похожа чем-то. Такая же тяжеловатенькая. Ну, в общем-то, как и весь, наверное, мерсеризованный хлопок. Вот. Я взяла вот эту позицию. Хотела вам показать. Специально, думаю, приеду домой и покажу. Вот только закончилась снимать распаковку пряжи, обзор на канал. И, думаю, дайте я сразу сниму. И вот такую вторую расцветку мятную я взяла. Это также шуйский текстиль пряжи неаполь 100% мерсеризованных хлопок. Та была полерма, да, названия такие. Полерма неаполь. Это российская пряжа, но, если верить видеоблогеру, да, по-моему, по немецким технологиям или на немецком оборудовании, или что-то в этом роде. Я, если честно, не вдавалась в подробности, на чьем оборудовании, мне, в принципе, это не важно. Я, как увидела пряжу хлопкова, я вот только исходя из этих соображений и захотела ее попробовать, потому что мне интересен хлопок сейчас, я его вяжу, и мне нравится покупать, приобретать новые какие-то виды хлопка и знакомиться с ним. Поэтому на чьем оборудовании, не знаю, да, вот мне это не принципиально, не важно, главное, что хлопок. Вот, значит, здесь точно такой же состав, 100% мерсеризованный хлопок, 100 грамм, 288 метров, то есть желтенькая 250 метров, а вот эта мятная это 288 метров. Вот, также мерсеризованный он хлопок, но мне кажется, он даже немножечко помягче, чем желтая. Спицы, кстати, рекомендованы 2-2,5, а на желтой а на желтой 2,5-3, на желтенькой 2,5-3. Но в любом случае нужно вязать образцы и смотреть, да, на каком номере спиц будет лучше смотреться ваше изделие. Вот, вот поэтому я именно хотела вам показать. Также стоимость за 3 мотка, по-моему, да, 450 рублей, они все в этой ценовой категории. Там есть еще точно два вида пряжи, там есть 800, если не ошибаюсь, метров на 100 грамм, и есть 500 метров на 100 грамм. Название не помню, девчонки, мне такой тонкий не нужен был, поэтому я остановила свой выбор только вот на этих двух видов, на Палермо и на Неаполе. и повторюсь, что вот эту пряжу я заказывала в Элборисе, поэтому найти вы можете ее там легко, набьете там шуйский текстиль и поисковик нажимаете и будет вам счастье. Все, девчонки, на этом закончу свой влог. Как говорится, всем до новых встреч и пока-пока!